Скульпт-фест 19 авторов из Минска, Могилёва, Гомеля и Бреста. Настоящий праздник формы, пластики, материала, фактуры, цвета. Её величество скульптура звучит на разные голоса в непривычно белом пространстве выставочного зала. Никаких картин, наедине только зрители и скульптуры. Выставка скульптуры, необычайная выставка. В чём её необычайность? В том, что здесь переплетение разных техник, традиций, жанров. Здесь и художники именитые, члены союза, заслуженные деятели искусств, которые имя своё уже знают во всём мире, их имя. И в то же время молодые художники. Молодые художники, которые только, они члены союза художников, но они своё видение, нетрадиционные материалы, нетрадиционные техники, арт-объекты, какие-то авангардные композиции. И вот это всё переплелось, и мы показываем в нашем выставочном зале брестскому зрителю. Очень хорошо, что в этом зале нет на стенах ничего, ни живописи, ни графики. Она не отвлекает внимания. Мы просто видим объём в чистой форме. И людям, мне кажется, это понравится. На выставке есть место самым разным направлениям, от традиционных портретных и фигурных образов и композиций до проявления современного искусства, которое более чем какое-либо направление требует от зрителя внимательного проникновения в суть авторской работы. При этом, как показывают последние годы, выставочные деятельности поклонников классики объединяет поиск некой философской составляющей. Художники довольно редко выбирают тривиальные сюжеты, создаваемые образы, наполненные глубокими переживаниями и эмоциями. Скульптура – это, в общем-то, та пластика, которая обозначает пространство. Она не прилеплена к стене, разве что может быть только барельефы, но здесь нету этих барельефов. Скульптура существует в пространстве, она его обозначает объёмом, силуэтом. И мы воспринимаем эту скульптуру через пространство, особенно когда скульптура больших форм, или когда она, например, не классическая, а больше, например, объектная. Вот здесь, в этой выставке, мы практически в основном видим объекты. Здесь есть работы, сделанные вылитые из бронзы, сделанные из дерева, сделанные из алюминия. Вот насколько вот разные материалы, из которых делается скульптура. Брюстскую линейку презентовали работы мастера старшего поколения Леонида Тарабуки и молодого Петра Кузьмича. Их работа – это весомый вклад в многообразие жанров и техник. И именно этим и дышит выставка современной скульптуры. Пётр Кузьмич – талантливый молодой человек, в работах которого прослеживаются его эмоции, настроения и любовь к тому, что он создаёт. Скульптура вообще – это сложный процесс, потому что скульптура начинается с эскиза, потом формовка, отливка, доработка отливки. То есть это сложный процесс. На выставке этой представлено пять моих работ. Это из серии рух, метаморфозы. Вообще, ну, у меня много работ. Какие-то ещё в стадии завершения, потому что я работаю ещё в мелкой пластике и в ювелирном искусстве. Мечта, конечно, сделать хорошую ювелирную выставку, но выставочный зал это не может себе позволить, потому что драгметаллы выставлять нельзя. Только в национальном музее и там, где есть специальное оборудование. Я все свои работы люблю, потому что каждая работа имеет свой определённый период, историю, когда я учился, когда уже научился. То есть все работы мне дороги. Брещане с большим удовольствием пришли познакомиться с таким современным искусством, как скульптура, которая для многих сегодня совершенно неизведанная отрасль. Потому каждый, кто пришёл на вернисаж, не смог выйти равнодушным. Скульптура удивляла и в очередной раз меняла представление об искусстве. На меня очень произвело впечатление, когда не было людей, мы пришли ещё, только два человека ходило по залу. Мы зашли и ахнули. Белые стены и пятна скульптурные, больше ничего. И скульптура, она играет. Вот то, я сказала Наталье Шаранговиче, она потом тоже это сказала, что она играет, она звенит, она поёт. Потому что когда всё вместе, живопись, там ещё что-то, и скульптура теряется. Она, да, она работу какую-то несёт, но она не поёт таким сольным вариантом. А вот сейчас каждая работа на фоне белой стены, белый подиум, белая стена и какая-то там золотистая, деревянная, там металл. И оно всё о себе звучит. Выставка очень хорошая, сильная. Я советую ходить и профессионалам, и любителям искусства, и просто приходить с семьями и с детьми. Потому что такие выставки, они открывают где-то, возможно, спящий творческий потенциал, особенно у детей маленьких.